Всем привет! Вот оно, наконец-то, пришло предпоследнее видео по шаду, по которому я вам расскажу, а зачем я тратил столько времени на то, чтобы эти видео снимать. Резумный вопрос, который прозвучал некоторое время назад на 2Ч, который я обнаружил, когда я искал материалы к подготовке к интервью. Там пишут, зачем этот парень делает такое шоу из того, что поступает в шад, куда проходят сотни человек каждый год. Вопрос разумный. Мне есть на что это ответить. Здесь есть три причины. Первая причина. Я хотел показать, что если смогу я, сможете и вы. Смотрите, я пока еще не поступил, конечно, но попытка была достаточно неплохая, согласитесь. В принципе, шанс неплохой. Дальше посмотрим, как повезет. Но, глядя на мой бэкграунд, понимаешь, что, в принципе, не такой уж он и сильный, не такой уж он и шадовский. Я закончил МГИМО. У меня были алгоритмы в школе, и немногом это она в магистратуре. Но, по сути, больше ничего дальше приготовить учиться самому. И если я был готов, а я был готов потратить время на подготовку, то результат становился сразу достаточно хорошим. Я говорю достаточно, потому что результата еще нет, конечно, не прошел, но шанс высокий. То же самое, если сделаете и вы. Если вы постараетесь подготовиться к тому же шаду, либо, допустим, наконец захотите выучить язык, который давно собираетесь сделать, либо поменяете профессию. Например, пойдете работать в консалтинге или еще куда-то. Все это требует времени, но все это возможно. Вы все можете это сделать, если просто постараетесь. И если вам будут говорить очередной нас, да ты не сможешь, да у тебя нет подкаречного бэкграунда, да ты не знаешь, да ты не потянешь, не верьте. Знайте только вы. Бейте, пробуйте и пытайтесь. И тогда шанс будет. Без него, без ваших попыток, шанса не будет точным. Вторая мысль заключается в том, что, чтобы получить этот шанс, нужно заморочиться. Заморочиться. Нужно реально потратить очень много времени. Посмотрите хотя бы на мой пример. И, наверное, самый простой пример. Я на то, чтобы подготовиться к шаду, всего потратил 380 часов. Я недавно посчитал по приложению ровно 380 часов. Это немало. Если посчитать, прикинуть работу по 8 часов в день, каждый день, придется потратить 50 дней. И это при том, что все-таки у меня какой-то бэкграунд был похожий на нужный. Соответственно, если бэкграунд у вас даже чуть поменьше, нужно к шаду будет готовиться еще дольше. И не стоит планировать готовиться к шаду буквально за 2 недели до начала экзамена, особенно если вы не закончили Мехмат или физтех. Если закончили, другое дело, но даже там стоит подготовиться. То же самое я наблюдал и на более крутых примерах. Например, Павел Плесков, который недавно интервью, интервью с которым скоро выйдет, который стал за 11 месяцев кегом-грэндмастером. Как он это сделал? Он просто мочил кегл много-много часов в день фулл-тайм. Вставал в 5 утра, мочил кегл. Ложился в 12 ночи, в 2 часа ночи мочил кегл. И, конечно, он добился успеха. И, конечно, он теперь топ-20 в мире и топ-3 в России. Либо посмотрите на моего брата, который стал чемпионом мира по программированию. И как же он стал? Конечно, он здорово соображает. Но при этом он мочил это программирование много лет, по выходным, по будням и все время. Все время, которое он мог потратить, он тратил на контесты. Я не знаю, сколько это было часов, но я думаю, что это много тысяч часов. И, конечно, есть результат. То же самое со студентами ФЛЕС, которые поступили в консалтинг. Они тратили очень много времени на подготовку. Просто потому, что по-другому не бывает. Когда очень большая конкуренция, когда очень сложный какой-то результат, который нужно достичь, тебе нужно заморочиться, чтобы получить результат. Они заморочились. И у них получилось. То же самое у вас. Хотите результат? Заморочитесь. Тогда он будет. Если не заморочитесь, результата не будет. На самом деле, даже если заморочитесь, может и не быть результата. Но, опять же, шанс будет хороший. Без заморачивания шанса не будет точно. И, наконец, третья мысль, которую я хотел с вами поделиться, это то, что, я думаю, ФЛЕС является каналом с самыми крутыми подписчиками на Ютьюбе. Я серьезный, у меня есть на то доказательства. Реально, есть ли еще один канал, на котором люди смогли в комментариях отыскать дырку в доказательстве в шаде, который не могли найти интервьюеры? Или где-то еще могли бы дать такие классные советы по податковке к интервью? Либо где-то могли бы дать еще такие классные комментарии по интервью с разными людьми, которые я брал? Конечно, нет. К сожалению, нет такого приза за лучших в мире подписчиков, но я уверен, что если бы он был, то он бы точно нам достался, вернее, даже достался бы вам. И я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы тратите свое время, чтобы послушать за то, что я говорю и что говорят мои гости. И обещаю вам стараться и впредь нести вам вещи, которые будут интересны и на которые вы с удовольствием потратите время. Спасибо большое, спасибо, что с нами. Результаты будут скоро, результаты будут уже на этой неделе. Как только будут, видео выйдет. А пока давайте ждать. И спасибо большое, что смотрите. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok